Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Махла. Сегодня поговорим о привычках советского человека, за которые сегодня немножко стыдно. Сразу хочу оговориться, что я положительно отношусь к советской эпохе. Собственно, я там родился, там прошло мое детство, ничего плохого в этом нет. Стыдно в том плане, что сейчас бы я этого не стал повторять. Ну, а в те времена совершенно было не стыдно заниматься этими вещами. В общем, 10 привычек советского человека, за которые сегодня немножко стыдно. На 10 месте привычка сушить белье и выбивать ковры во дворах советских домов. Давно уже так никто не делает. Причем сушилки для белья до сих пор стоят во дворах, даже в новых домах их ставят. Видимо, какие-то госты и снипы остались еще с тех времен. Но выставлять на показ свое белье, свои трусы, носки и прочее как-то немножко неудобно. Наверное, где-то кто-то это делает. Наверное, кто-то где-то и ковры, собственно, выбивает. А сейчас проще заказать химчистку, где придут домой, почистят твой ковер. Ну, а вытаскивать свой ковер на улицу, выбивать его там на снегу или на специальной выбивалке уже немножко неловко и немножко, наверное, стыдно. Во всяком случае, я так не делаю лет, наверное, 30 так точно. На девятом месте еще одна привычка советского человека не носить новые вещи и не пользоваться в целом новыми вещами. Ну, наверное, помните такую историю, когда вам купили какой-нибудь новый костюм или новую рубашку или новую куртку и говорят, пока не нужно ее носить, давай до особого случая. Давай на Новый год, на день рождения, когда угодно. И эта новая вещь висит в шкафу, ждет своих времен и зачастую морально и физически успевает устареть за это время. Сейчас так не принято. Сейчас ты покупаешь новую вещь, сейчас сразу она на тебе и сразу ты красивый выходишь на улицу. Нет такого, что новая вещь должна лежать до лучших времен. То же самое и с сервантами, да, все прекрасно помнят эти огромные советские серванты, в которых был хрусталь, красивая керамика и все это до лучших времен, все это на белый день. В обычное время мы пользуемся железными кружками, но зато в серванте у нас стоит вдруг придут гости. И так вот это вот вещи в серванте, они так и достояли до сегодняшних времен, зачастую были выброшены. На самом-то деле, кажется, это называется синдром отложенной жизни, когда вот потом, вот сейчас, вот наступят времена, вот будем пользоваться. Ну а пока, пока не надо, пока нельзя. Сейчас так не принято, сейчас это немножко стыдно, хранить вещи до лучших времен. Восьмое место и здесь привычка смотреть телевизор. Нет, я не утверждаю, что телевидение это абсолютное зло, хотя это недалеко от истины. Смотреть телевизор не в плане включил, посмотрел какую-нибудь передачу и выключил, а в плане постоянно, непрерывно включенный телевизор. Наверное, видели, такое у меня есть, такие знакомые, которым приходишь в гости, а у них постоянно включен телевизор. И все время бубнит, 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 бубнит. Мне даже немножко стыдно и неловко за таких людей, потому что я все-таки к вам в гости пришел. Я с вами пришел общаться, ну а не смотрите ваш телевизор. У меня родители, кстати, так поступают, тоже у них постоянно телевизор включен. Приходишь, говоришь, слушайте, выключите телевизор, я хочу с вами поговорить. А у людей вот эта вот привычка постоянно включенного телевизора, наверное, это такая борьба с одиночеством, заглушить, да, чтобы все время был какой-то фон, чтобы ты не чувствовал себя одиноким и брошенным. Но на самом деле полноценному человеку не нужно постоянное сопровождение все время включенного телевизора. Ну и в целом смотреть телевизор как-то в последнее время немножко стыдно и неловко. Обычно, когда ты разговариваешь со знакомыми, с друзьями, заметьте, да, все говорят, о, я телевизор не смотрю уже много лет. Это, конечно, лукавство, все смотрят телевизор, но делать это в последнее время немножко стыдно. Еще одна привычка советского человека, за которую сейчас стыдно и неловко, это ехать на дачу для того, чтобы там вкалывать и работать. Пожалуй, дача, вот сейчас, да, у меня полетят камни, пожалуй, дача это самый большой обман советской эпохи. Это когда ты не можешь накормить, собственно, народ нормально, полноценно, чтобы были овощи, фрукты и все на свете. Что ты делаешь? Ты раздаешь им участки земли бесплатно и говоришь, ребята, смотрите, вы после работы можете ехать на дачу и там работать еще для того, чтобы полноценно прокормить себя. Это, знаете, это похоже на барщину царских времен, когда ты 7 дней в неделю, там, 6 дней в неделю работал на барина, ну, то есть в советское время на заводе, а 8 день ты мог работать на себя и обеспечивать себя. Здесь то же самое, ты всю неделю работал на заводе, да, для общества, а по выходным будь добр ехать на дачу и еще поработать на себя, чтобы тебе было зимой картошечка, там, морковочка, чтобы покушать, поесть. Вот это вот гениально. На самом деле я не против дачи абсолютно, я не против физического труда, нет, но никогда от этого зависит выживание, да. Можно съездить на дачу, можно там даже чего-то посадить, можно сделать себе сад и прекрасно это кушать, но когда здесь стоит вопрос выживания, а в советские времена именно так и было, люди ехали на дачу, чтобы им было что поесть. Опять же говорю, это была неплохая эпоха, но вот такие вот времена. Сейчас на дачу принято и нормально ездить, отдыхать, жарить шашлыки, но не вкалывать, хотя нет, куча людей сейчас, напишите в комментариях, что вы делаете на даче, вкалываете или жарите шашлыки, будет интересно почитать. Еще одна привычка советского человека это штопать носки, это какой-то ужас, если честно, не знаю с чем это было связано, наверное тоже дефицит. Я вот точно не помню на что был дефицит, я был слишком маленький, но вот штопать носки это прямо с детства, это нужно было взять лампочку, натянуть и подштопать этот самый носочек. Причем в советском союзе штопание носков было доведено до такого состояния, что было придумано специальное приспособление для штопания носков, вот собственно оно на вашем экране, это такой грибочек специальный. Причем я не против штопания носков, знаете, таких, которые бабушка вязала, вот тут, да, тут важно сохранить, это как бы, вот их я штопаю, если честно. Ну обычные носки из магазина, ну господи, ну они стоят сейчас 50 рублей, сходи купи. Наверное в то время было по-другому, но сейчас штопать носки как-то, как-то немножко стыдно и неловко. Знаете, есть такое выражение, бедность не порог, нищета порог. Вот как по мне, штопать носки это как раз таки нищета. Вот здесь будет личная боль, еще одна привычка советского человека, это упрощать рецепт. Кто знает такую книгу о вкусной здоровой пище, там были потрясающие рецепты с кальмарами, с омарами, с крабами, но всего этого купить в магазине было невозможно. И, соответственно, советские хозяйки, они все время что-то упрощали, там, крабов мы заменим каким-нибудь кроликом или морковкой, что-то еще заменим на еще что-то, и в итоге получится не пойми чего. Опять же, да, это из моей личной жизни, у меня мама любительница упрощает рецепт, причем до сегодняшнего дня. Я приходишь к ней в гости, она говорит, ой, я такой рецепт в интернете нашла, но вот вместо этого я положил вот это, вместо этого картошку, вместо этого я положил морковку. И в итоге получается какой-то обычный салат, ну, вы понимаете, собственно, о чем я говорю. В общем, упрощать рецепты, да, как-то делать их дешевыми, калорийными, везде добавить эту вот кучу майонеза, сейчас уже как-то, ну, не камильфо, на самом деле. Но в то время, да, в то время это было совершенно нормально, так люди выживали. И здесь не то, что стыдно, здесь, знаете, как это, смекалка, смекалка советского человека больше работала, да, когда-то что-то поменял, и получилось тоже вроде как неплохо. Поэтому здесь не совсем стыдно, ну, и как бы не очень нормально. Вот это железобетонно, за это точно стыдно. Спорт, по мнению взрослого советского человека, это что-то ненормальное. Спортом занимаются либо дети, либо спортсмены. Какого-нибудь обычного советского труженика заставить бегать по утрам, там еще что-то делать. Нет, максимум, максимум, можно с мужичками футбольчик погонять, и то потом надо все это делать, компенсировать распитием алкогольных напитков. В общем, в сознании советского человека, да, спортом можно заниматься до 18 лет. Потом все, ты взрослый, это уже не солидно, это уже ненормально. Бегают по улицам какие-то, ну, полоумные дедушки. И это, и это, и вот за это сейчас стыдно. Сейчас спортом заниматься нормально, спортом занимаются абсолютно все. Тогда такого не было. Вспомните этот кадр из «Джентльменов удачи», когда, прикинемся, спортсменами. Да, вот бегать в трусах по улице, ну, такое, Динам бежит. Еще одна ужасная привычка советского человека, это отбивать все желание заниматься бизнесом и отбивать эту бизнес-инициативу у детей. Я помню, мы в детстве с отцом сделали скворечник потрясающе красивый, повесили его, и тут же у меня появилась идея, а что, если сделать еще несколько скворечников, отнести их на рынок и продать. Тут же я получил по шее от отца, тут же прилетела бабушка, сказала, да ты с ума сошел, тебе что денег не хватает, ты нас решил опозорить. В общем, любая бизнес-инициатива, любое вот «хочу продать», «хочу вот это вот сделать» сразу пресекалась на корню, да, и это стыдно, это позорно, это торгашество, это спекулянство. А потом оказалось, да, когда мы чуть-чуть себе подросли, оказалось, что вот эти вот торгаши-спекулянты, они, собственно, успешные люди, и они стали рулить всем на свете. А то, что тебе все детство оббивали руки и говорили, ни в коем случае, тебе что денег не хватает, на тебе денег. Сейчас мои дети вполне себе занимаются бизнесом, мой ребенок, дочка ей 12 лет, она сделала много украшений, и вот была какая-то ярмарка рукоделия, и она там заработала 6 тысяч рублей, и это замечательно, это замечательно, она понимает цен к деньгам. В детстве нам такое не разрешали, и это было тогда стыдно, а сейчас стыдно за то, что тогда было стыдно. Если до этого были пункты более-менее спорные, то сейчас спорить не будет точно никто. В советское время было нормальным курить и бухать при детях, это было совершенно нормальное явление, курили везде, курили все, у меня дедушка курил и дома, и на улице, и меня, мне кажется, несколько раз приучал. Курили, причем даже курили в домах, курили в автобусах, я помню, я в университет еще поступил, это еще были постсоветские времена, и курили преподаватели, курили на парах еще те советские закалки, и это было нормальным. Сейчас за это действительно стыдно, так делать нельзя, и такого все меньше и меньше. Сейчас найти курящего человека на улице, ну это явно какой-то маргинал. При детях стараются не курить вообще, ну и не употреблять алкоголь, тогда это было совершенно нормально. Ну и десятый пункт, пожалуй, его можно было отнести к пункту о не пользоваться новыми вещами, но здесь, или про штопать носки, но здесь действительно вопиющий факт, это такая притча воязыцев, стирать пакеты. У меня бабушка стирала пакеты, вот честно. Вот эти вот пакеты из-под всего вообще были, бельевые веревки, и вот это действительно признак реальной бедности, да. Такие вещи надо выбрасывать, одноразовые вещи надо выбрасывать, но в советское время нет. В советское время одноразовая вещь, это не значит, что она еще одноразовая. Могу даже привести простейший пример, есть у меня вот такой приборчик, несколько раз показывал его на канале. Это прибор для правки одноразовых бритв. То есть, казалось бы, вещи одноразовые, да, вот на бритвах, вещи одноразовые, побрился, ну там неделю-две и выбросил, но нет. Вот так раз, поточил бритвовку и брейся дальше. Я удивлен, что не было изобретено специальной стиральной машины для пакетов. Это был Миклуха Макфлай, топ-10 советский привычник, за который сейчас немножко стыдно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, обязательно ругайте меня, я же ничего не понимаю, я же жертва ЕГЭ, мне же 18 лет, если так напишите, будет очень приятно. Мне всегда приятно, когда мне дают на 20 лет меньше, чем на самом деле. Подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждаем в комментариях. Пока!